Всегда, когда мы воспеваем Харе Кришна мантру, если даже мы это делаем не с полной верой, но если у нас есть даже небольшая надежда, что эта практика принесет нам какой-то успех, удачу, даже небольшая вера, уже Святое Имя проливает на нас свою милость. Когда кто-то от нас зависит, проявляет доверие по отношению к нам, мы всегда открываемся к этой Личности так же. Если мы чувствуем, что человек, пусть даже не полностью, но частично зависит от нас, ищет в нас прибежище, наше сознание, наше сердце сразу открывается к этой Личности. И в сферу своих способностей мы пытаемся уже поучаствовать в судьбе этого человека, что-то хорошее хотим сделать, на край просто выразить какую-то эмоцию, улыбку там, улыбнуться, как теплые слова сказать. Но когда Святое Имя улыбается живому существу, жизнь живого существа становится успешной. Почему наша жизнь так кардинально изменилась, когда мы встретили преданных? В лучшую сторону, согласны? Потому что Кришна улыбнулся нам. Как-то Он заметил нас. И когда мы попадаем в сознание Кришны, попадаем, то есть Господь вдруг замечает нас. Когда Господь замечает нас? Когда мы ищем в Нем пребежище, когда мы зависим от Него, связываем свой успех с Ним, тогда Кришна открывается к нам. И мы начинаем прогрессировать. Мы духовно с вами растем только в том случае, если Кришна обращает на нас внимание, замечает нас. И наша задача вести такой образ жизни, обрести такое настроение, чтобы Сам Господь, Верховная Личность Бога, Всемогущий, Всевышний, заметил нас. Нам нужно так или иначе попасть во внимание Господа, чтобы Он нас заметил. И мы начинаем прогрессировать. И мы это можем каждый день делать. С утра просыпаться и воспевая Харе Кришна мантру, попытаться принять пребежи у Святого Имени. И когда Кришна замечает наше доверие к Нему, небольшую надежду, что воспевание Харе Кришна мантры может сделать нашу жизнь успешной, пусть даже небольшой, несерьезной даже, Господь уже думает, о, эта душа ищет пребежи во Мне, зависит от Меня. И Святое Имя начинает очищать наше сознание. Очищать сознание означает облагораживает нашу жизнь, нашу судьбу. Сознание и есть жизнь наша. Что такое жизнь? Это Моё сознание, Мои желания, Мои надежды, да? Потому что у нашей жизни нет ни начала, ни конца. Мы вечные. Сознание вечное наше. Наши желания вечные. Ожидание от жизни, да? Наша вера. И всё это Кришна очищает. Очищает означает, делает наше сознание более устойчивым, пропитывает наше сознание духовными вкусами, благодаря чему эти духовные вкусы, они как бы обесценивают наши материальные вкусы. нечистые желания уходят благодаря просто воспеванию Харьи Кришна мантры. И в связи с этим я хотел предложить сегодня обсудить стихи из Бхагавадхиты, которые показывают, что Господь от нас не ожидает таких совершенных с нашей стороны совершенной практики, что Господь очень милостив, и он готов отвечать даже на наши незначительные, может быть, иногда даже несерьезные попытки практиковать духовную жизнь. Итак, Бхагавадхита, вторая глава, краткое изложение Бхагавадхиты, сороковой текст. Я прочитаю санскрит и дословный перевод, комментарий. Нихапхи Прама на шести противоевно видят свалпапья ася дармася траятэ махату баят. Маани иха здесь в этой йоге апхикрама от попыток нашего утрата асти существует противоев потеря на они видятэ существует суалпам небольшое апи даже ася этой тхармася деятельности траятэ спасает махатак от величайшей бхаят опасности. литературный перевод и комментарий о божественной милости о чубахтивданте с вами шелпрохпаде тот кто встал на этот путь ничего не теряет и ни одно его усилие не пропадает даром даже незначительное продвижение по этому пути оградить человека от величайшей опасности комментарий деятельность сознания кришны то есть деятельность ради кришны а не ради удовлетворения запросов собственных чувств это высшая духовная деятельность даже тот кто только начал заниматься ею не встречает на своем пути препятствий и любое даже самое незначительное его усилие не пропадает даром материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца иначе все наши усилия окажутся напрасными однако любая работа начатая в сознании кришны принесет положительный результат даже если останется незаконченной поэтому тот кто занимается деятельностью в сознании кришны ничего не теряет даже если ему не удастся завершить начатое дело даже если начав то или иное дело сознание кришны мы выполнили его всего лишь на один процент этот результат навсегда останется с нами и в следующий раз мы начнем с того на чем остановились тогда как материальная деятельность дает результаты только в том случае если она доведена до конца аджамила который лишь отчасти занимался деятельностью сознания кришны в конце жизни по милости господа получил стопроцентный результат в связи с этим бхагаватам есть замечательный стих 1.5.17 даже если человек оставивший свои мирские обязанности ради деятельности сознания кришны впоследствии сойдет с этого пути не успев довести начатое до конца то что он потеряет с другой стороны что выиграет тот кто занимается мирскими делами даже если он должным образом выполняет все предписанные обязанности или как говорят христиане какая польза человеку если он приобретет весь мир мы вот даже сидим и все время меняем точку опоры потому что неудобно сидеть в этом мире мы спим ворочимся потому что даже во сне телу некомфортно наш ум все время бегает из одного из одной мысли в другую мысль из одного желания на другое желание все почему потому что нету прибежища ни в одной мысли мы постоянно обеспокоены в материальном мире то жарко то холодно то как бы все обнимаются воюют непонятно в этом мире нету нестабильности ни в чем те кто более менее пожили в этом мире не знают единственное что может давать прибежи в этом мире это может быть какие-то уважительные отношения если мы научились уважать кого-то если нас кто-то хотя бы чуть-чуть уважает мы уже довольны наше сознание ищет прибежи в чем мы хотим чтобы кто-то хотя бы какой-то человек внимательно относился к нам хотя бы один уважительно прислушивался к нашим мыслям к нашим желаниям и в этом мире если кто-то на короткое время обращает на наши интересы внимание мы уже счастливы согласны в основном конечно этот человек думает о себе мы же только о себе думаем иногда ну приходится раз мы под одной крышей оказались соседи иногда нужно ну как внимание уделять ну чтобы поменьше было ссор разборок вынужденно ну как внимание уделяем если кто-то внимание уделяет по отношению к нам добровольно мы это называем чем отношение да мы говорим вот это отношение и в этом мире есть дефицит внимания почему потому что беспокойные умы у всех нету качественного никто в этом мире качественно ничем не занимается делаем вид что качественно воспеваем делаем вид что качественно выполняем свои обязанности в основном сосредоточены на себе каждый думает о своем личном комфорте о своем счастье мы в центр ставим свои интересы поэтому поскольку мы сосредоточены на себе мы не можем качественно ничего делать это материальный мир мир где собрались кто эгоисты и как в этом мире может быть дружба любовь ничего не может быть и соответственно наше сознание не здоровое сознание то есть расстроенное сознание нужно настроить правильным образом и говорится практика преданного служения когда мы из центра смещаем свое эго и ставим туда в центр верховную личность Бога и пытаемся бескорыстно служить Господу потому что в материальном мире никто никому безусловно бескорыстно не служит никогда ну как говорят не бывает такого что я просто так спонтанно захотел обслуживать чьи-то интересы просто так не бывает даже вот если мы возьмем материнскую любовь когда ребенок только рождается младенец приходится с утра до вечера заботиться о ребенке но мать устает устает потому что все время думать о ком-то это же аскеза для нас мы же о себе хотим и когда ребеночек чуть-чуть подрос уже все до свидания любимое зеркало даршин потому что мать же ничего не может о себе думать первые месяцы но потом как только возможность появилась человек сразу же сосредотачивается на себе все я появляюсь я в центре теперь нахожусь наконец-то а то уже депрессия там уже мы устаем это мы называем материнской любовью потому что это же жертва это жертвоприношение серьезно никто добровольно никому не будет служить в этом мире потому что наше сознание атрофировалось она разучилась бескорыстно служить это нездоровое сознание да как может сознание которое сосредоточено на своих интересах любить кого-то ну в смысле ну в духовном смысле да бескорыстно чистое отношение поэтому говорится когда мы встречаем на своем пути личности которые очистили свое сознание преданные которые свое сознание в своем сознании пробудили изначальную функцию действовать безусловно бескорыстно служить источнику всех живых существ и обслуживать интересы всех живых существ поставив центр интересы Кришна означает интересы каждого из нас да вот такие личности здоровые психически да если вот так брать с точки зрения духовной психологии люди в чем сознание пустила корни чистой любовь вот когда мы встречаем таких личностей мы заражаемся от них этим настроением бескорыстного безусловного служения встретив их они нам рассказывают что оказывается мы созданы не для того чтобы наслаждаться и эксплуатировать свое окружение а для того чтобы служить бескорыстно Господу не ставя никаких условий вначале же мы думаем Господь нужен для чего он нужен раз он главный пусть исполняет наши желания и здесь говорится если в общении с чистыми преданными мы хотя бы один шаг своей жизни вот в этом воплощении маленькую малость совершим бескорыстное чистое безусловное служение вдруг в нашей жизни мы так или иначе по беспричинной милости в таком настроении что-то сделали для Господа для преданных вообще ничего не ожидая ни прогресса духовного личного ни для денежек потом я послужу а ты мне дай там ну что-нибудь хорошее сделай для меня да у каждого из нас есть такая надежда что мы служим ему ну верховному тому которого так или иначе оказался выше нас не обойдешь его никак он там сидит наверху без него говорят вообще ничего не получится ну может я послужу ему как-то знаете а он пусть что-нибудь хорошее сделает для меня нормально что-нибудь организует чтобы свои обязанности выполняет как-то ты же все это организовал сделай меня счастливым как правило вот в этом настроении мы обращаемся к Богу но иногда в результате общения с чистыми преданными из нашего сердца может изойти вот такая так ну как бескорыстное ничем не обусловленное желание наше желание добровольно мы захотим Господу послужить просто так или его преданным да что ты желаешь чего ты просишь вот ты служишь сейчас чего тебе надо а мне ничего не надо я хочу чтобы духовно учитель преданный и Кришна были довольны не может быть ну все-таки что-то может ожидаешь ничего мне не надо такое же бывало же в жизни в практике нашей так же надеюсь сердце сжимается духовной энергии сжимается от этой эмоции бескорыстия само настроение безусловного служения и является нашим счастьем когда мы начинаем вибрировать в своей изначальной природе природы бескорыстного слуги если мы хотя бы один шаг как Шоу Прох Пада здесь пишет да из 90 из 100 процентов если только 1 процент в нашем воплощении мы вот такой вот шаг сделаем бескорыстно да здесь говорится не хапхи прама нашести противойона видят то этого будет достаточно чтобы в момент самой великой опасности да махато баятэ махато как там траэте махато баят траэте махато баят означает когда самые серьезные как бы испытания придут в нашей жизни какое самое серьезное испытание да момент смерти это то чего мы все боимся больше всего и то о чем мы больше всего не хотим говорить да избегать этой темы но это произойдет с каждым из нас ну то есть нету исключения ну может быть есть среди нас такие люди чиранживы вечные да но как правило этого никто из нас не избежит и вот когда придет этот момент самый опасный самый страшный пхаят означает страх то даже вот этого одного процента нашего служения которое мы совершили под влиянием чистоты вайшнавов то есть мы не сами вдруг захотели это сделать да а мы просто находились в пространстве где обсуждается чистая бхакти вайшнавы чистые да и ни с того ни с сего мы вдруг спонтанно вдохновились что-то такое сделать да вот этого будет достаточно чтобы нас спасти от чего нас спасают момент смерти шу-прохпада пишет комментарий что за гарантия он там говорит если хотя бы мы один процент в нашем воплощении что-то сделали духовное чистое бескорыстное как минимум человеческая форма жизни как минимум шу-прохпада пишет это ачарьи все пишут комментирую этот стих и какая форма жизни человека мы с вами уже родились да может быть даже похвастаться нечем да в каких условиях мы воплотились да что нас окружало и здесь гарантия дается не просто что мы человеческую форму жизни получим а там еще кое о чем шу-прохпада написал о чем он писал что мы родим да родимся либо в обществе преданных если допустим мы смиренно принимаем прибежи в преданных не критикуем ни одного вайшнава уходя из этого мира мы понимаем любой преданный для меня является объектом поклонения в этом случае мы рождаемся в семье вайшнавов каких вайшнавов фаупапи апи дармася те кто выполняет свою тхарму чисто чистых вайшнавов есть же не очень чистые вайшнавы а есть чистые чистые вайшнавы представляете с самого детства нам будут говорить о том что служить Богу надо бескорыстно безусловно что мы должны обслуживать интересы Бога подчинить свою волю свои интересы воле и интересам Господа в этом наша дарма такова наша природа когда мы возвращаемся в свою природу мы становимся счастливыми представляете с детства про это будут говорить это первый вариант но если мы все-таки сохранили в своем сознании недоверие к преданным ну вот когда мы оставляем тело мы допустим разделяем преданным на наших и не наших наши хорошие преданные не очень хорошие преданные ну это наша Ачария объясняет тогда мы не сможем родиться в семье чистых преданных потому что мы сами обесценили вайшнава ну смотрите какой вариант предлагает Кришна но если все-таки в твоем воплощении хоть раз ты бескорыстно послужил Кришне в этом случае ты родишься в семье богатых бизнесменов представляете почему почему нам нужно рождаться человеку который получил милость господа да почему рождаться в семье богатых людей это же наоборот не на пользу может пойти каким образом объясняет Ачария как вы думаете почему да ему не придется выживать в следующем воплощении будет легче заниматься духовной практикой два варианта это все богатите сам Кришна говорит да комментарий Шилпрахпада об этом пишет и давайте разберемся вот эти два слова первые да Нихабхипхрама на шести противоевно видят здесь говорится что Шилпрахпада комментирует эти абзацы он говорит что материальном мире если вы начали какое-то дело и до конца не завершили вы не получите результат вот если вы начали строить дом да ну там фундамент заливили стену стену подняли но под крышу дом не подвели да это проблема так же зима дождь дожди все это будет нарушено то есть какие-то дела до логического какого-то завершения мы должны доводить да вот в школе мы учились если таблицу умножения не выучили то всю жизнь мы будем путаться в цифрах да даже если плохо учили но если мы плохо учили предмет физики химии мы будем ну как бы наше мышление будет ненаучным да эзотерические мышления такое знаете вот часто бывает среди преданных эзотерических эзотерика мне кажется но если мы просто как в школе просто хорошо учились некоторые предметы хорошо учили да уже у нас будет у нас будет сознание способное научно изучать духовную практику просто любое дело начатое но не до конца не завершенное оно не приносит плодов нормальных согласны материальном мире все вот таким образом вот мы начали готовить какое-то блюдо да и на полдороги оставили там ну само как-то приготовиться может приготовиться оно само не странная вещь получится да надо контролировать процесс с самого начала до конца или начали лечиться и не долечились да тоже это проблема вайшнавская тоже эзотерические вот эти медицина наша да начали лечиться а дальше уже хорея Кришна Кришна поможет нет надо же долечиться нормально вот есть наука целая да и подобно этому материальном мире любые вещи которые начаты они если не завершено то результат будет отрицательным но здесь Шоупрахпада пишет следуя ачариям следуя наставлениям Кришны что любое дело начатое и не завершенное в духовном смысле оно приносит полный результат потому что получить человеческую форму жизни родиться в обществе преданных да как минимум родиться в богатой семье чтобы легко практиковать да всего лишь потому что мы один процент своей жизни использовали правильно в сознании Кришны это же мощнейший результат согласны почему оно так работает материальном мире нужно дела завершать до конца доводить да а в духовном смысле какие-то вот ну есть по отношению к нам да как это говорится снисходительное отношение к нам почему как беспричинная милость Господа вторая строчка протя военно видят и означает первое если даже мы не завершим начатое дело а протя вое означает если мы еще это будем делать некачественно то есть мы один процент только начали дело преданном служении ну мы же так начинаем воспевать святое имя да садимся с утра и говорим сейчас Господь держи мою любовь 16 кругов начали повторять и все не серьезно начинаем проект какой-то ну виск он у нас как предан начинает супер проект мы любим презентовать проект начало заметили скоро мы вот это сделаем вот это сделаем смотришь уже никого нет мы начинаем все очень серьезно но не завершаем до конца не доводим и Кришна он прощает это более того протя вое на виде означает даже вот этот один процент который мы начали мы делаем некачественно то есть два момента Кришна говорит если вы начали практику преданного служения ну с намерением довести до конца ну на полдороги забыли о своем обещании и вот сосредоточились опять на себе да саморазвитие творческая энергия там да природу свою нащупать да экологические отношения настроить там еще какие вещи чакры очистить там еще что-то мы отвлеклись от преданного служения и при этом даже эти один процент который мы с вами делали мы делали некачественно и здесь Кришна говорит количественно и качественно если вы неправильно все сделаете Кришна говорит ничего страшного я понимаю что вы воплотились в век Кали про Кали про нашу эпоху в Шимадбагва там есть стих такой да как там проеналпаэйша сапья калау восьмин юге жанага мандасу мандаматаю мандапхагя упадрутах в этом тексте говорится что век Кали личности которые воплощаются да даже если они вот захотят духовно ну как нормально спрогрессировать то им не позволят несколько моментов не позволят им серьезными преданными стать первая вещь у них очень короткая жизнь жизнь в век Кали очень ну как бы недолговечная жизнь да согласитесь мы не успеваем там как бы как прийти в себя да ну как обычно в век Кали же к 35 годам по-моему да говорят да как человек немножечко становится понимать начинать что у него есть свобода воли выбор есть что и на это на эту свободную волю на свою свободу можно купить что-то да как правило мы свободу используем век Кали для чувственных наслаждений так же зачем тебе свобода чтобы быть свободным в выражении своих чувств да кто-то догадывается понимать что он может быть на свою свободу использовать свою свободу для служения своей семье кто-то стране служит да мало кто догадывается что свободу можно использовать в служении абсолютной личности. Потому что когда мы с вами служим своему окружению, поскольку эти личности, которым мы служим, не совсем чистые, наше служение нас разочаровывает. Согласны? Мы вдруг начинаем понимать. К 35 годам кто-то, к 50 годам начинает понимать, может быть, я не тем служу. Как ты служишь? А в ответ что-то такое непонятное приходит. Потому что личности, которым мы служим, нечистые, несовершенные. И мы начинаем догадываться, может быть, свою свободу использовать в служении самой совершенной личности, к чистому принципу служить. Есть какие-то принципиально чистые отношения. Они вообще есть, имеют место в реальности, в бытии. Существуют такие отношения. И нам начинают говорить, вот есть Верховный Господь, есть духовная реальность. Вкладывайся туда, посвяти свою жизнь, свою свободу в служении чему-то чистому. Потому что когда мы служим нечистому принципу, чего-то там, каким бы это, измом ни называлось, в конечном итоге у нас будет глубочайшее разочарование. И вот мы только к 30 годам чуть-чуть начинаем понимать эти вещи, а у нас уже семья, уже дети. Знаете, надо служить этим вещам. Это же много времени занимает. Потом работа вся, потом пенсия. И поэтому, говорится, жизнь настолько коротка, что человек в век Кали не может до конца осознать, осознать, куда он попал, да? Оценить. Оценить. Чтобы оценить, мы должны опыт получить, так же? Опыт получить материальных отношений, да? Чистых отношений духовных, да? Не очень чистых духовных отношений, да? Отношения с Богом. Мы же вот сколько молимся за... Мы практикуем, допустим, кто-то практикует 10-20 лет, да? Мы пытаемся ежедневно воспевать святоями, и у нас небольшой опыт появляется. Небольшой. Согласны, да? Мы даже не накопили достаточно опыта, чтобы сравнить это все. А нам уже нужно, уже болезни пришли, старость пришла. Все это отвлекает, знаете. Век Кали, говорится. Невозможно, очень сложно практиковать духовную жизнь. И наши ачарии пишут, даже если у кого-то будет хорошая жизнь, долгая жизнь, ему повезет, что он быстро, ну, как бы осознает все, да? Даже в этом случае, там говорится, манда. Манда означает, он обнаружит, что у него, в его сознании живет супер-лень. Лень практиковать духовную жизнь. С жизнью все хорошо, допустим, здоровая жизнь, да? Родились там в семье преданных, допустим, да? Или в семье богатых людей, нам не надо работать, да? Сразу знание какое-то получили правильное, да? Лень. Заметили, да? Да. Материальной деятельностью заниматься не очень тяжело. Ну, век Кали даже это тяжело, по-моему, да? Ничего не хочется делать. Особенно духовная практика. Манда означает, с жизнью все хорошо, но не хочется практиковать духовную жизнь. То есть мы выражаем свою решимость духовной жизни жить, но по факту наше тело соткано из лени. Оно ленивое, кальюжное тело. И говорится, но может быть какие-то люди будут от рождения энергичными, неленивыми. Тогда говорится, манда-суманда. Манда-суманда означает, у него будет невежественный разум. То есть очень активный, много делает, но его служение только беспокоит всех. Бывает же такое, да? Активный, вдохновленный, преданный, и после него там, знаете, одни проблемы. Почему? Потому что манда-суманда. И далее Ачария говорит, но даже если человек будет разумным, представляете, очень духовно активный, очень разумный, тогда у него манда-пхагя. Манда-пхагя означает, он неудачный. И под неудачей подразумевает, что он не понимает садхусангу глубоко. Потому что удача наша заключается в том, что мы с вами встретили преданных. Но более успешной наша жизнь становится тогда, когда мы начинаем что делать с вайшнамами? Вступать в глубокие отношения. Мы можем воспользоваться вот этой удачей максимально. А можно же и не воспользоваться. Мы можем в общество преданных прийти и обесценить их. Подумать, что это, кто это такие вообще ходят, тут непонятно. И поэтому неудача означает, мы не способны смиренно выстраивать отношения с вайшнамами. Все время мы какие-то недостатки наблюдаем, находим. И у нас развивается высокомерие. Высокомерие означает, мы оцениваем преданных. Это нормально, это более так еще. Вот это вообще непонятные люди. В этом наша неудача. Представляете? Согласны, что такой момент может иметь место, да? Вот смотрите, у нас может быть и жизнь нормальная. Более-менее. У нас лени нету такой сильной. Мы можем быть очень разумными, но у нас успеха нету, удачи нету. И далее Ачари говорят, что если даже мы будем мандапхаги, если мы успешными станем, если справимся с этой подозрительностью, недоверием справимся, откроем свое сердце ко всем вайшнамам, признаем, что мы зависимы от милости каждого вайшнама, то последняя неудача упа-дру-тага. Упа-адру-ха означает, у нас ум супер какой? Обеспокоенный, нестабильный. Мы уже преданным готовы служить, но мы постоянно в беспокойстве пребываем. То есть наш ум, он не может сосредоточиться на духовной практике. И с этим наши Ачари пишут, даже если у нас все это будет, ну как бы в наличии все эти пять недостатков, если мы хотя бы немножечко, не хапьи прама на шасте, про то ваёна видят и салпапи ася дармася, если мы хотя бы немножко, ежедневно, по чуть-чуть будем бескорыстно служить, тогда Кришна будет что делать с нами? Прощать нам все наши несовершенства и позволит нам прогрессировать в духовной жизни. Вот этот момент очень важный для нас, для практикантов. В этом проявляется беспричинная милость Господа. Это называется бхакти-абхаса. Когда мы воспеваем Харе Кришна мантру, это называется нама-абхаса, тень святого имени чистого. А бхакти-абхаса означает тень чистой преданности. Мы еще не чистые преданные. Мы как бы вайшнавы, да? У нас, когда мы начинаем дело какое-то, преданное служение, мы полны решимости. Наше намерение очень серьезное, да? Все, я начинаю, до конца доведу. Но Кришна знает, не доведешь ты до конца, я знаю тебя. И мы говорим, сейчас очень качественно буду этим заниматься, да? Кришна знает, качественно не получится. Обязательно в свою мантру вставим, да? Пока будем повторять. О Кришна, о энергии Кришна, позвольте мне бескорыстно служить вам. И за мое бескорыстное служение. Послужи тоже мне. Все заканчивается все равно нечисто. Все равно мы попытаемся Кришну занять служение себе. Любая молитва заканчивается, начинается бескорыстно, заканчивается чем? Ну, послужи нормально мне. Жалко что ли тебе? У тебя же все есть. То есть мы хотим в конечном итоге использовать, употребить Господа в своих целях. Не себя предложить, как слугу, да? Чтобы Кришна использовал нас. Мы начинаем как бы намерения чистые, начало молитвы чистое, и решимость большая. Все, я с этого дня буду серьезно служить. Заканчивается всегда одним и тем же. И это уже Кришна заранее знает. Представляете? Он заранее знает, что мы слабые. В плане решимости слабые и в плане чистоты слабые. Он все это знает. И Кришна говорит, нехапьи фрама нашести, противооенно видят ты, салпапьяся дармася, даже если чуть-чуть у тебя будет намек на чистоту, намек на то, что ты закончишь это дело, да? Кришна говорит, я это засчитаю за полный результат. В этом беспричинная, безусловная милость Кришны по отношению к нам. Только по беспричинной милости Господа мы с вами прогрессируем в духовной жизни. И нам Абхаса или Бхакти Абхаса означает, пока мы с вами вот так несерьезно практикуем, год, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок лет, пока мы с вами несерьезно практикуем, Кришна очень серьезно занимается нашим сознанием. Мы несерьезно, а Кришна-то серьезный человек. Он за нас берется серьезно. Он наше намерение, нашу решимость, ложную решимость принимает за чистую решимость. Он нашу вот эту не совсем чистую, чистое намерение принимает за чистые, представляете? И поэтому, чем он занимается? Он очищает наше сознание от этих всех наших недостатков. Представляете? Пока мы с вами несерьезно во время воспевания о чем-то думаем или засыпаем, мы несерьезно. А Кришна в этом стихе говорит, я очень серьезно вами занимаюсь. Мы несерьезно относимся к Кришне пока, несерьезно занимаемся сознанием Кришны, а Кришна очень серьезно занимается нами, представляете? И поэтому мы с вами очищаемся. От чего мы очищаемся? От ненужных материальных желаний, от несовершенных наших качеств, от корысти в конечном итоге очищаемся. Потому что коррозии души, то есть фундаментом всех наших неуспехов, неудач является эта болезнь, корысть, сосредоточенность на себе. И Кришна потихонечку, потихонечку это все стирает, представляете, в нашем сознании, убирает. А мы с вами не подозреваем, просто несерьезно практикуем. Но в чем же тогда, в чем Кришна вдохновляется? Вот чтобы с кем-то в отношения вступать, вот чтобы вкладываться в человека, он же должен нас вдохновлять чем-то. Если это просто, знаете, такой бесконечный колодец, куда мы льем свои отношения в воду, а она не наполняется. Бывают же такие отношения, замечали, да? И мы в какой-то момент, наше вдохновение, мы уже думаем, все, с этим человеком не буду отношения вступать. Но чем же Кришна вдохновляется, как вы думаете? Почему он не перестает вкладываться в нас? Почему мы с вами прогрессируем, несмотря ни на что? Как раз в этом стихе об этом говорится, да? Мы с вами в начале своей практики или в начале воспевания Харе Кришна мантры очень искренне верим, что мы сейчас будем служить Кришне? Искреннесть Кришной воспринимается. Мы же честно пытаемся, так же? Мы же не думаем, вот мы с утра просыпаемся, сейчас сделаю вид, что я повторяю, да? Ну, как бы повторять, ладно? Нет, скорее всего, у нас есть искренняя попытка закончить 16 кругов. Ну, не хватает там ресурсов внутренних, да? Но Кришна, Он видит это искреннее наше желание, видит нашу слабость, но видит также наши искренние попытки. Как мы видим, когда дети растут иногда, да? Ну, дети пытаются... И ребенок еще маленький. Но мы воспринимаем очень серьезную их попытку. Подобно этому Кришна воспринимает серьезно наше желание служить чисто и непрерывно. Мы же думаем, непрерывно сейчас, Кришна, держись, я иду к тебе. Серьезный бак-то наконец-то появился в этой общине. Узнает преданный, кто такой я, да? Мы серьезные намерения, но не серьезные попытки наши или наше служение не серьезное. И мы так прогрессируем, преданные. Но нам нужно все-таки пытаться что делать? Усилия наши прилагать опираясь на что? На силы. Прося у Господа силы. Потому что Кришна только может нас уполномочить, как мы читали, да? Перед Схаринам и Чантамани. Только Кришна может нам даст силы, чтобы мы могли продолжать жить духовной жизнью. Вот такое вот обсуждение небольшое. Последнее, что я хотел сказать, что смотрите, нашим прибежищем является Садхусанга. Даже если мы с вами слабые в отдельности, ну, если честным быть, признаться, да? Духовно мы слабые, да? То, что в шастрах говорит Кришна о нас, это же все факты, да? У нас, ну, получается, намерений надолго не хватает чистых, да? мы с вами, ну, как бы, как правило, ну, говорить можем о чистых отношениях, но на практике все это использовать очень сложно. Согласны? Говорить легко о преданном служении, а действовать как преданный, чистый, очень сложно. Почему нужно прилагать большие усилия? И иногда эти усилия связаны с молитвой Шаранагати. Душа должна зависеть от Господа. Но мы ленимся молиться Господу. Поэтому единственное наше прибежье является что? Садху Санга. Мы с вами выживаем только благодаря тому, что мы общаемся с преданными. И общество преданных является для нас вот той самой защитой, о которой общество преданных защищает нас даже в самые тяжелые минуты. Так же? Трайто, махато, баято означает. И мы должны в Садху Сангу учиться вступать качественно. Садху Санга может быть таким имперсональным. тоже хорошо, тоже защищает там раз воскресенье, раз пришел, показал себя, тилоку нарисовал пожирнее, поярче. У меня все хорошо. Заметили меня? Я тоже здесь. Все хорошо. Но качественно Садху Санга означает мы встречаемся еженедельно, хотя бы раз в неделю с небольшим количеством преданных и обсуждаем качественно. Как я прожил эту неделю, как у меня джапа повторялась, как у меня служение, принципы, смог я дхарму свою выполнять или сложности были с дхармой. Обсуждаем свое садхану, и мы также можем обсуждать, что мы прочитали, что мы узнали о преданном служении в течение недели. И так неделя за неделей, представляете, капля камень точит, подобно этому ежедневная качественная садху-санга нас поднимает на уровень искренности. Просто, когда мы реально обсуждаем личную садхану свою с другими преданными, и мы видим, другим преданным тоже нелегко, у них то же самое, тоже работа, тоже отношения, куча обязанностей есть, несмотря ни на что, преданный находит силы, как-то повторяет Харе Кришна мантру, пытается двигаться, сокращать дистанцию между Господом и собой. И когда мы видим эту решимость, мы вдохновляемся тоже садханить, мы вдохновляемся читать книги, потому что мы делимся. Каждую неделю преданный приходит, говорит, я прочитал четыре главы и пересказывает. Я сижу, думаю, а что, я тоже могу прочитать пару глав. Я пойду и прочитаю, и буду готовиться, буду думать о том, а что я расскажу преданным. Качественная садхусанга означает, мы собираемся и открываем свои сердца в духовной жизни. Вначале мы не очень искренне будем открывать сердца, потому что страшно же о себе рассказывать, так же? Немножко будем переукрашивать. Потом потихонечку, по мере того, как мы будем доверить на отношении развивать, потихонечку мы начнем пребежи принимать. И мы будем опираться на честность. Честность, правдивость, последняя нога религии. Дхарма это и есть наш фундамент, благодаря чему мы можем духовно прогрессировать. Нельзя материальную дхарму, сфа-дарму отделять от сонатной дармы духовности. Это одна база. Это как одна наша жизнь. У нас не может быть двух жизней, знаете, материальная жизнь не духовная жизнь. Нет, у меня жизнь одна, вот я смотрю, одна жизнь. И в обществе преданных мы дхармичными становимся, когда открытые отношения, качественные отношения. Качественные отношения означают, мы можем общаться честно о своей садане, о том, что мы чувствуем во время практики, о том, что мы делаем в преданном служении, и чего у нас не получается. Это качественная садху-санга. Поэтому мы должны подумать о том, чтобы вот в такой санге находиться. Это могут быть намахаты, группы духовного общения, или мы просто сами договариваемся, встречаемся регулярно, обсуждаем. Тогда мы сможем снова и снова совершать чистое, бескорыстное преданное служение. Я чувствую, здесь надо остановиться уже похоже, да? Харе Кришна, швупрухпадакий джай. Можно вопросы есть у кого-то? Можете руку поднять? Харе Кришна, спасибо за лекцию. Вот читаем Чандра не 4 назад, по телефону мы смотрели, слышали лекцию, и он приговор такой вынес вот этим телефоном, что Майя специально создала телефон, чтобы нас отдалить от преданных. То есть мнения разнятся очень сильно от других преданных. Слышишь, что наоборот на кухне готовишь, что-то раз, включи, и пообщался с Русланом такая же. И возникает такое непонаваемое, такие как правильно мы могли немножко свет пролить. Отношение к телефону? Это какова саммаха? Для нас, чтобы нас с на кухне раз включил, удобно же, раз готовишь просад, раз включи, пообщался, нормально, побежал, помимо. а потом ну как бы другие говорят, ну вот живут, конечно, конечно, не сравнить, но раз уж такая жизнь тяжкая, корни была, это личность. Спасибо. Знаете, Бхагавадгиту, комментируя, Балады Ведебушина, вот у нас же есть такое понятие уровней преданности, как Каниш-Сатхикари, Матхья-Матхикари, Утта-Матхикари. Ну, наверняка все слышали, да? Это чисто. И Матхья-Матхикари это преданный, в чем сознание есть неподдельный интерес духовности. И Каниш-Сатхикари это преданный, который только начал практиковать, вдохновлен, энтузиазм у него есть, но он пока еще сосредоточен на себе в основном, поэтому он иногда высокомерно оценивает преданных и даже непреданных, да? И Баладе в виде бушина по-другому рассматривает. Очень глубоко. Вот эти три уровня преданных. Он говорит о том, что есть три уровня преданных Сваништха, Париништха и Ниропекша. Вот Каништха, Матхья-Матхикари Уттама с позиции рассматривается, насколько мы обладаем знанием духовным, Сколько мы информации получили, обрели духовное знание, да? И то, насколько мы с вами воспеваем Харикришна мантру. А Баладе в виде бушина он рассматривает с точки зрения сознательной отрешенности. Вот мы ровно настолько прогрессируем в духовной жизни, насколько мы осознанно, осознанно отрекаемся от вещей, которые мешают нам духовно прогрессировать. То есть сознательный выбор внутренний, да? Потому что тот же самый телефон, да? Он же как может быть источником нектара, так же? Величайшего. Здесь же можно непрерывно в Садхусанге пребывать. Везде, в любом помещении мы можем слушать. Мы можем вступать в отношения живые, да? Вот раз там зум-встреча, и мы уже здесь за рулем человек едет на машине, а уже тут общается с духовным учителем. Вот для меня вот, допустим, телефон здесь периодически гуру-махараш появляется. Он смотрит на тебя там, ты все там, все видит насквозь. Нужно как-то серьезнее относиться. Но это также может стать причиной супер деградации, потому что тут же куда угодно можно залезть. Поэтому теперь от меня зависит мой выбор. Так же? Я должен всегда давать какие-то обеты в своей жизни посильные. Насколько я вот тяну. Потихонечку, потихонечку мы отрекаемся. Паринишсха объясняет, Балады Видябушин, Бхактинута такур это все комментирует. Паринишсха это преданный, который понял, это конечно понял, что духовная жизнь это реальность. Но у него очень много материальных желаний пока еще. Эти материальные желания настолько сильны в нем, что он думает, нужно свою материальную жизнь одухотворять с помощью ценностей варнашема дармы. Он опирается на тхармичность. Вот есть четыре ноги религии, правдивость, милосердие, чистота и аскетизм. Вот в этих четырех направлениях он обеты дает себе. Вот это я делаю, это точно не буду делать. В духовной жизни он тоже обеты дает какие-то. У него это жертвоприношение, как он. Жертву приносит свои интересы, свой успех, да? И конечно же телевизор, телефон. Помните раньше преданные избавлялись от телевизоров дома? Раньше было как, если ты приходишь домой к преданному, а там телевизор стоит, значит он в мае. Там сразу даже не обсуждалось это все. Там телевизор, ну у меня кассеты духовные, ну не знаю, у тебя еще там кабель висит. Было время, когда даже диван, если там стоял дома уже, диван, не, это гуру-деву. А, гуру-деву нормально. Но сейчас мы становимся более такими расслабленными. Но внутренне мы должны быть очень серьезными. Париниш означает, он себе обеты дает серьезные, но он не может отказаться от чего? От семейного счастья. Он понимает, что я буду практиковать духовную жизнь. Париниш означает, он еще связывает свой успех, свое счастье с семьей. И он говорит, я вот свою семью буду использовать как пример, как нужно духовно счастливым быть в семейной жизни. Потому что если мы дхарму свою выполняем, мы максимально материальное счастье обретем. Что такое материальное счастье? Отсутствие страдания. Максимальное отсутствие страдания есть счастье. Что может нас сделать счастливыми материально? Дхарма. Другие вещи не сделают вас счастливыми. Экологичные отношения, вот это иллюзия. мы выполняем свою дхарму, дхарма очищает корень нашего сознания. Ядро психики становится умиритворенным. Если я следую строго в соответствии со своим уровнем дхармы, выполняю дхарму греховски, да, честно, выполняю дхарму духовного человека, это надо изучить эту дхарму. Как следовать дхарме, так же? И когда я становлюсь дхармичным, то в материальном отношении я уже не испытываю страданий, даже телесных, физических. Потому что дхарма означает так же не передать, так же описывается. Даже описано, что при первой отрыжке надо остановиться. Потому написано отрыжка первая, останавливайся. Почему? Потому что воздух выходит, который должен переварить пищу. Без воздуха не переваривается пища. Если мы просто дхарме следуем, то мы здоровые. Дхарму нарушаем, тело разрушается. Все, что описано в священных писаниях касательно грубого тела, тонкого тела, все для того, чтобы минимально страдать в этом мире. Но выполнение материальной дхармы сделает душу счастливым? Нет, оно просто всего лишь избавит нас от страданий. А духовная дхарма она нас делает счастливым. Запредельное счастье приходит. Счастье, до которого не может дотянуться, не могут дотянуться наши чувства, наш ум, наш разум, эго. Духовное счастье. Поэтому паринишска это преданный, который сознательно отказывается от греховной жизни. Понимаете, да? А есть следующий сванишска преданный. Сваниска преданный, он больше отрекается. Знаете, кто это такое? Что это за преданный? Это преданный, который понимает, семейного счастья вряд ли можно пережить или прожить или встретиться с ней. Скорее всего, уважительные отношения какие-то можно еще в дхарме наладить. И он делает акцент на то, он семейный человек, но он свою семью, свой дом, свою квартиру в нашем случае использует для чего? Для проповеди. Он просто проповедует. У него, уже отрешенности больше. Видите, да? Такой же семейный человек, только ему не интересно какие-то вот эти настраивать, как сказать, настраивать, пытаться стать успешным в семье, да? Он просто семью использует в служении Кришне. Вместе они договариваются. И последний отрешенный человек, это неропекша. Неропекша в материи вообще не ищет счастья. И вот в зависимости от нашей сознательной отрешенности вот эти вот телефоны и вот цивилизация, которая вокруг нас сейчас становится техногенным, она будет на нас влиять. Мы искусственно не можем отречься, мы не можем объявить вискон с начала 2023 года отменяем телефоны. Просите любые вещи, но позвольте мне ложиться спать в 9 30 или в 10. По-хорошему 8 30, ну, если выбор хочет. И нужно перед тем, как этот обед дать, нужно какое-то время приходить, молиться Господу, чтобы Он позволил такую реальность проявить. Или сказать 5 дней в неделю, ладно, если не 7, да. И какой-то уровень свой, возможный для вас, да, договориться, если вы начнете просто отбиваться рано, то у вас появится возможность вставать рано. А это есть сокровище духовной жизни, это рано встать, и пока все спят, никто не мешает обращаться к Кришне напрямую. Кришна, энергия Кришны, пожалуйста, позвольте мне стать вашим слугой, позвольте мне вернуться в свою природу изначально, вибрировать в своей природе. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Рама, Хари Рама, и успеть еще там несколько стихов прочитать Бхагавата. Все, сразу все меняется, реальность вокруг вас кардинально изменится. Вот так можно из реальных каких-то обетов, которые меняют нашу жизнь, да, чтобы не запутаться, потому что если мы со старостепенных вещей начнем каких-то, да, то очень сложно будет почувствовать изменения в жизни. Поэтому ранний отбой это хороший обет. Вот. Потом нам нужно закрепиться, да, это же надо пережить месяц, второй, третий, пятый. Через год это уже с потребностью станет нашим. Там нейронные связи возникнут, которые будут требовать отбой, да. Потом мы можем уже, когда утвердились, можем следующий обет дать, да. Или дополнительно, если вы рано начали вставать, можно обет дать, что я начинал с четырех кругов внимательных. Потому что в какой-то момент я понял, что я притворяюсь, что я 16 кругов типа нормально читаю. Я понял, что у меня получается максимум один-два круга там. Я себе обет дал четыре круга внимательные и были ломки серьезные. Я-то думал, да вообще не проблема в любой момент смогу начать. А оказывается не так. когда начинаешь работать серьезно, только тогда ты видишь свое бессилие. А если ты увидел свое бессилие, только бессильный человек может обратиться за помощью. А пока мы не серьезно в бой, ну как бы, как это сказать, не вступили, да, нам кажется, что мы крутые. Да, не проблема там, разберемся уж. А когда начинается настоящее что-то, мы понимаем, о, оказывается у меня тут большие проблемы. И теперь душа может искренне воспевать. Помогите, пожалуйста. Вот такое воспевание будет. И если мы сможем четыре круга или два круга начать с чего-то, прилагать усилия, то реальность поменяется не просто внешне, а еще глубинно это изменение будет. Мы станем другими людьми. То есть имеется в виду, тело то же самое останется, череп тот же самый. Но внутри мы по-другому начнем смотреть на мир, на жизнь, на людей других, да. И теперь нужно закрепиться три-четыре года. Много не надо торопиться, закрепляемся. И когда это стало образом жизни, уже серьезный преданность считается. Четыре круга внимательно читает, рана ложится, рана встает, это уже серьезный преданный мощного. Это нам эго говорит, да, ничего страшного, я вот в любой момент готов предаться и полностью посетить себя. Но по факту это не так. А может быть для кого-то это будет до конца воплощения дотянуть. Вот так потихонечку увеличиваем обеты. Много не надо, просто для простых. Простые вещи, они меняют нашу жизнь. Вот Харе Кришна. Харе Кришна, благодарю вас за вашу проблему. Я вообще понимала кучу того, что я говорю в ответ сейчас. И мне показалось, что вы уже ответили, но все-таки молча выходит, потому что она говорит, все равно задает вас. Я вот хотела уточнить. Вы говорили про усилия в молитве, что так как мы ленимся в молитве, наше прибежище, оно на самом деле все усамное. Я бы хотела узнать, а вот когда вы сейчас отвечали, почему-то пришло такое понимание, что на моем уровне вот такие простые обеты это уже и есть усилие. Правильно я это поняла? Или вы говорили о каких-то других усилиях? Значит мы ленимся предаваться кришнему обету. Или это прежде нормальный вопрос. Когда я имел ввиду, когда говорил про молитву, молитвы, знаете, какие молитвы проходят? Ну это вот, если я хочу созвониться с Друванадхом, да, я должен правильно набрать его номер телефона. Если будет ошибочка даже в одном, в одной цифре, я не туда попаду. Так же? Четко набрать и тогда связь, контакт будет. С Господом контакт более-менее может появиться, если я молюсь искренне. Если обращается к Господу, то есть мы же с вами в этом мире играем все время, изображаем из себя кого-то, да, как правило, независимых от Господа личностей, но настоящая молитва возможна, когда я опираюсь на искренности исходят из нас, да, вот этот звук, ну, как бы духовный звук, да, ничем нету наигранности, Кришна тут же вступает в отношение, думает, о, честная душа, никого из себя не изображает, честно признается своем положении, и это называется молитва, вот, вот так молиться иногда тяжело бывает, когда наше сознание погружено в материю, вот мы пришли и мы чувствуем, что мы деревянные, перед божествами стоим и молитва как-то не выходит, знаете, не получается, такое же бывает состояние, когда мантра не повторяется, книги не читаются, поэтому говорится вайшнавы тогда прибежище, мы просто вот такие приходим в общество преданных никакие и они нас откармливают прасадом, Харе Кришна нам споют и мы потихонечку начинаем настраиваться на духовный лад и вдруг обнаруживаем, что мы можем молиться, особенно если мы общаемся с чистыми вайшнавами, да, и поэтому я и говорил, что если молиться тяжело, нужно в общество преданных приходить, обсуждать с преданными это все, вот в этом же вопрос был? Харе Кришна у нас есть время продолжать? понимание, что самсусан не надо найти приближенности, но у него тоже есть проблемы в том, что он живет в беспокойстве, беспокойство вы говорили? Все, противо-ю означает все пронизано беспокойством, этот мир в Кальюгу, даже если мы обладаем всеми качествами хорошими, мир такой, где мы находимся, он все время транслирует какие-то внешние ценности, мы постоянно будем находиться, то есть в этом стихе говорится, век Кали очень сложно духовно практиковать, и вот описывается несколько уровней, что даже если у нас все будет, мы приняли приближ у преданных все равно наши личные проблемы, проблемы ума. В Кальюгу же мы все болеем умом, заметили, да? Там все время какие-то происходят, но это имеет свой и что делать теперь, да? Что делать? Ну, если мы хотим успокоить ум, нужно дхарму свою выполнять. Дхарма дана именно свадарма, санатна дхарма для души. Свадарма, чтобы спокойно практиковать духовную жизнь, у нас должно быть, мы должны уменьшить беспокойство грубого тела, тонкого тела, да? Чтобы живые существа нас лишний раз не беспокоили. Для этого мы свадарме следуем. Свадарма означает обязанности своего ашрама и свои варны выполняем. Узнаем и честно выполняем. Там говорится не играть в азартные игры, значит не играем в пирамиды, да? Там говорится честно зарабатывать, честно. Говорится женился до конца воплощения. Кто-то там говорит экологичное отношение отвергни, да? А дхарма говорит нет, выполняй свои обязанности до конца. И когда мы свои обязанности до конца честно выполняем, именно наша душа атма, она становится умиретворенной, счастливой, все беспокойства уходят. независимо от нашего уровня сознания, как бы наше сознание не будет организовано, да, наша психика, в глубине нашего сознания будет полное чувство защищенности. Дхарма защищает, мы защищаем дхарму, дхарма защищает наше сознание. И такой человек, он приходит к такому моменту, он принимает обстоятельства, в котором он находится, как волю Господа, и он умиретворяется. И тогда теперь он может санатану дхарму исполнять, легко, воспевать святые имена, рано ложиться, рано вставать. И других каких-то рецептов священное писание не дают. То есть нету таких рецептов, что духовная санатана дхарму слушает бхактишастры, а материальную дхарму следует наставлениям ученых каких-то, которые вычислили, как сделать тело счастливым, или психику сделать счастливым. Это все обман. Там рядом с благостью оно может находиться, но по-настоящему стать в материальном смысле успешным это только выполняем свою саддхарму. Они описаны в священных писаниях. Поэтому преданный должен быть дхармичным. Дхармич означает мы не имеем права обманывать, хитрить, потому что я мантру повторяю мне все можно. Так нельзя. Потому что невозможно повторять Харе Кришна мантру, если у нас ум, в глубине наша психика, она не наполнена умиретворением. Тогда я буду повторять Харе Кришна мантру и просить у Кришны что я буду? Уменьши мои страдания. Помоги Господь мне стать счастливым. Господь говорит, так я тебе дхарму дал для материального счастья. Ты просто выполняй свою дхарму и в материальном отношении меньше будешь страдать. Человек преданный, который свою дхарму выполняет честно, свои обязанности, он, когда обращается к Богу, просит Кришна, Кришна, позволь мне служить тебе бескорыстно. Потому что в материальном отношении ему больше ничего не надо. Богатый он, бедный, здоровый, инвалид, он одинаково счастливый. Если мы дхарму свою исполняем, мы одинаково будем умиритворены. И у Кришны мы не будем просить, сделай меня более умиритворенной. Нет, у нас уже достаточно той реальности, в которой материальное тело пребывает. И мы просим, позволь мне стать твоим слугой духовной реальности. Но если человек свою дхарму не выполняет, делает вид или слушает непонятное наставление, как нужно дхарму выполнять, конечно он будет неудовлетворен. У него будут супер экологичные отношения, уже он ни с кем не разговаривает, закрылся в одной комнате, потому что отношения же экологичные должны быть. Он уже один там сидит, но внутри у него там кошмар, потому что он дхарму не выполняет. И он будет молиться Кришне, Кришна помоги, спаси, у меня тут беспокойство. Кришна говорит, дхарма, выполняй свою дхарму материальную духовную. Это одно и то же. Четыре столпа религии. Аскетизм, правдивость, чистота и милосердие. Мы должны им следовать, честно. И тогда мы сможем духовно прогрессировать так же. Вот так это работает. Да, свадарма называется. Варна шрама дхарма мы не построим как цивилизацию, но ценностям варна шрама дхарма мы должны следовать. Все, наверное? Давайте последнее, да, наверное, уже временное. Можно подробно обманывать и хитрить? Например, Вайша, чтобы ему зарабатывать, понимать, он все равно где-то хитрит. Это такая особенность. Бедиограмер. Ну, то есть, как вот в эту грани, чтобы в ней перейти. Знаете, к овощнику, когда идешь, он говорит, дорогой, вот только тебе вот за эту цену он дает. Ну, он же в этот момент хитрит, ты понимаешь, но тебе приятно, он... какие слова сказали, душевные, да, что только тебе. И где-то ты сам так расспоминаешь, и вот эту грань я не всегда понимаю, сейчас. Ну, Шоу Прохпада по этому поводу говорил, если мы хотим быть обмануты, нас всегда обманут, да, поэтому вайши, когда он что-то продает, да, он же знает цену, за сколько он приобрел, да, ему обязательно надо добавить, дхарма разрешает ему, но он немножко больше добавляет, чем положено, да, почему, потому что это, ну, как бы, это же экстаз, когда ты чуть-чуть подороже можешь продать, но не запрещается покупателю торговаться, мы должны знать цены, мы торгуемся, в этом отношении возникает, мы можем сбить цену, там, где не сбивают цену, туда не ходим, зачем нам, если мы знаем точно, что там вообще, там, раза в пять увеличил цены, три раза нормально считается, это вопрос такой, вайши разрешается, он же на этом зарабатывает, для чего он деньги потом использует, вот тут вопрос дхармы возникает уже, если он заработан на деньги, часть этих денег не использует в помощи, в служении людям, да, то он деградирует, если он чуть-чуть помогает людям, у меня есть такой знакомый, непреданный, вот когда я там бываю, в тех краях, да, то жена все время жалуется мне на него, он проходит, вот он идет по улице, если бомжа увидел, он его хватает и домой приходит, моет его, кормит его там, одежду свою дает и отправляет, и она говорит, скажи ему, чтобы он бомжей сюда не водил, а я с этим человеком общаюсь, ну он, отношения у меня с ним есть, да, он говорит, а зачем тогда я деньги зарабатываю, я же должен что-то делать нормально, и вот он все время помогает, как может людям, даже непреданные, они чувствуют, дхарма внутри есть, а преданные мы-то супер-дхармичные должны быть, мы не имеем права хитрить, обманывать, иногда мы не дхармичные поступки совершаем, иногда вот мы смотрим в общество преданных, да, и допустим на Кавказе, среди ингушей, чеченов, дагестанцев, не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы они играли, вот эти игры, азартные, пирамиды, да, и их обманули, почему, потому что у них культура есть внутри, мусульманская культура, семейная, там внутри ни в коем случае, это просто считается, ну знаете, супер-позором, а у нас все можно, как бы, мы либеральные, вайшнавы у нас вообще-то, только 10 оскорблений избегаем, поэтому тхармичность надо тоже развивать, мы планируем, мы хотим сейчас колледж варнашрамы у нас в регионе запустить, чтобы в группах духовного общения везде, у нас же есть образование бхактишастер, бхактапрограм, да, а образования нету, колледж варнашрамы Шау Прохпада хотел, чтобы в последние годы он понимал, что вот здесь у нас есть пробел, да, тхармичность, потому что нестабильная духовная жизнь, потому что мы иногда тхармично поступаем, неблагостно, страстно, невежественно поступаем, поэтому мы хотим сейчас начать пахтать эту тему, но нам готов помогать его милость Бхактивгянга с вами Махараш, ему эта тема интересна, будем проявлять эту ценность, нужно это тоже обсуждать прям как часть нашей духовной практики, быть тхармичным, да, ну, может быть, это тоже нам поможет. Давайте здесь остановимся, наверное. Шопрохпадаки, джай, бхагавадгитаки, джай, гоура премананда, гори, 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 гори,